МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть такие фундаментальные понятия, с которых нужно разобраться, а тогда можно их уже применять к следующим вопросам. Например, вот следующий вопрос, который у нас стоит и который будет у нас на экзамене, это вопрос о политике. Про политику можно писать и пишут самые разные книги, всякие разные рассуждения. Нет таких людей, которые не могут что-нибудь наговорить о политике, или говорят, что политика – это грязное дело, или политика – это концентрированное выражение экономики и так далее. То есть существует очень много суждений о политике. Но мы с вами уже поняли, что суждение и определение – это разные понятия. То есть, например, роза есть растение. Это суждение? Суждение. Роза, конечно, есть растение. Это определение розы? Нет. Потому что и лопух есть растение, и крапива есть растение, и дуб есть растение. Поэтому никоим образом нельзя это так воспринимать. Поэтому что же является определением политики? У политики есть такое сложное определение, двустороннее. В том смысле, что политика никогда не бывает такой, которая связана только с одним классом. Политика связана с борьбой классов. И в этой борьбе один класс занимает одну позицию, а другой класс – другую. И поэтому политика должна быть сформулирована так, чтобы эта борьба была выражена сразу обеих классов. Как она формулируется? Политика есть классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. А что такое государство, мы с вами в прошлый раз разобрали. Политика есть классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И вот мы сразу видим, что вот это единое понятие политики, как классовая борьба, но такой, которая связана с государством. Если тут нет государства, то это еще не вполне политика. Или иногда говорят так, что всякая классовая борьба, а есть борьба политическая. То есть, если это действительно классовая борьба, она доходит до борьбы за завоевание государства, за использование государства, за удержание его и за осуществление этим государством интересов класса. Вот вы сразу можете увидеть, что если посмотреть на политику с разных сторон, то она по-разному характеризуется. Во-первых, как мы знаем, один класс реакционный, другой класс прогрессивный, в ту или иную эпоху. Поэтому одна политика, политика реакционного класса, соответственно, реакционная и лживая является, а другая политика прогрессивного класса, наоборот, она является истинной, правдивой, прогрессивной. Поэтому никак мы не можем подравнивать или приравнивать политику реакционного класса и политику прогрессивного класса. Это во-первых. Во-вторых, политика того класса, который держит в руках власть, она уже облегчена. Почему? Потому что у него из трех задач, которые есть вот в этой формуле политики, политика из классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти, завоевание уже у него имело место. Он уже держит в руках власть. Значит, его задача состоит в том, чтобы удерживать власть и осуществлять. Вот, скажем, в современном буржуазном обществе удержание власти осуществляется с помощью выборов. Это самый надежный способ удержания власти, поскольку, согласно историческому материализму, мы что можем сказать, что общественное бытие определяет общественное сознание. Сознание буржуазного общества в целом буржуазное. Это не значит, что здесь только буржуазные идеи, но господствуют буржуазные идеи. Значит, в большинстве оголов присутствует буржуазная идеология, а, следовательно, большинство будет голосовать в соответствии со своей, конечно, идеологией, а не в соответствии с чужой. Ну и, соответственно, побеждает в этих случаях во всех буржуазии в лице буржуазных депутатов. И для этого правила нету никаких исключений. Не было ни одного случая за всю историю существования буржуазной демократии, чтобы вот эта форма государства, а именно демократическая, и эта форма осуществления власти дала осечку. Поэтому можно считать, что это явилось одним из мотивов, почему такие государства, как Великобритания и как Соединенные Штаты Америки вошли в союз со Советским Союзом и участвовали в раздроме фашистской Германии. Они, как вы понимаете, исходили не из интересов Советского Союза и не из интересов рабочего класса. Они исходили из того, что вот фашизм, который вроде бы хороший для осуществления интересов буржуазии, он не гарантирует их от того, что какой-нибудь сумасшедший фюрер, бесконтрольный со стороны правящего буржуазного класса, не обратит свои действия против тех или иных представителей самого этого класса. Ну и на опыте Германии можно было видеть, что в итоге это получил немецкий буржуазный класс. Немецкий буржуазный класс, который хотел получить новые земли на Востоке, который хотел расширить себе зону влияния, получил полный разгром и отбрасывание назад. Вот Германия с того времени уже не является той Германией, которая была на равных, могла соревноваться с Соединенными Штатами Америки, с Великой Британией и так далее. Вот после Второй мировой войны картина империализма изменилась. Империализм теперь, во-первых, это часть была мира, уже а не весь мир, а во-вторых, в этой части мира империализм оказался таким, что только одна группа есть империалистических хищников во главе с Соединенными Штатами Америки, которые во время этой мировой войны, в то время как другие страны пострадали в экономическом отношении, а Соединенные Штаты Америки чрезвычайно разбогатели на всех этих самых военных поставках. Итого, значит, фашизм, как такая форма политического устройства, которая представляет собой тоже форму диктатуры буржуазии, поскольку всякая власть – это диктатура соответствующего класса, фашизм, как открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала, оказался формой не универсальной. Это не значит, что он не используется. Вот если мы возьмем сейчас настоящий момент, на настоящее время, то, что практикуют Соединенные Штаты Америки на международной арене или во внешней политике, прямо подпадает под определение фашизма. Открытое, открытое имеется в виду неприкрытое голосованиями, плевали они на голосование в Совете Безопасности, плевали они на то, что едет организация по запрещению химического оружия для того, чтобы установить факт, был ли или не был ли там какие-то нарушения. Игнорируется все это, даже наоборот, нарочито в тот же день, когда должны приехать представители этой организации, именно в этот день наносится удар по Сирии. И особенно важно, может быть, вы не в курсе дела, значит, надо еще принять в его внимание следующее обстоятельство, что страны, которые владают большими запасами химического оружия, куда входят и Соединенные Штаты, и Россия, прежде всего, и другие страны более маленькие, более мелкие, такие как Сирия, Албания и так далее, они договорились и взяли на себя обязательства, не то, чтобы это был договор, а обязательства взяли по ликвидации химического оружия и создали организацию по запрещению. И вот, в соответствии с этими обязательствами, Сирия ликвидировала химическое оружие на своей территории в 2014 году. И это было, причем последнее оружие химическое было для переработки увезено в Техас, в Соединенные Штаты Америки. То есть, нет там никакого химического оружия. Мало того, что нету, есть еще специальное решение организации по запрещению химического оружия, которое это констатировало, что в Сирии освобождено от химического оружия. Это не значит, что те страны, которые обладают, не могут туда завести и не дать своим сателлитам, потому что, скажем, мы знаем, что США подыгрывает некоторым силам, выступающим против Асада, в том числе и некоторым подразделениям из ИГИЛ. Второе. Второй страной, которая у нас самые крупные были запасы в мире, самые крупные запасы в России, ликвидировала Россию в 2017 году. Как только Россия ликвидировала свои запасы. И точно так же организация по запрещению химического оружия засвидетельствовала, что Россия полностью ликвидировала все боеприпасы. Это уникальная экономическая операция, технологическая операция, научная. Потому что для того, чтобы ликвидировать отравляющие вещества, нужна не просто, так сказать, большая температура, а температура полторы тысячи градусов и так далее. То есть и специальные заводы, и специальные технологии, которые это делают. Вот Россия отрапортовала. Кому? Ну, вроде как своим коллегам или, как говорят, партнеры по этому процессу. Что мы все зафиксировали. И только мы отрапортовали. Как тут же Соединенные Штаты заявили, что... Мы... Это большие очень расходы. Действительно большие расходы, которые понесла Россия. Очень большие расходы на ликвидацию химического оружия. И мы сможем ликвидировать химическое оружие. Мы, это Соединенные Штаты сказали. Только к 2023 году. То есть пять лет. Значит, ждите в течение пяти лет провокаций со стороны той страны, которая сейчас единственная, можно считать, из крупных, единственная обладатель химического оружия, которая теперь заинтересована в том, чтобы обвинять всех остальных, поскольку вместо ее никто не обвиняет в том, что она не ликвидировала химическое оружие. Считается, дескать, ну, и не обязывали, они просто на себя взяли обязательства. Но они и выполнили обязательства. Поэтому, дескать, с них взятки-гладки. И вот теперь они заинтересованы в том, чтобы этот факт затушевать. Потому что Россия думала, что мировая общественность, как она предполагала, будет приветствовать. Но это же политика, классовая борьба. Значит, политика российской буржуазии и политика американской буржуазии сталкиваются. Почему? Потому что американская буржуазия, она буржуазия той страны, которая сейчас господствует в этой части мира, и никакая страна ей не противостоит. Ни в экономическом отношении, ни в военном отношении. И противостоит одна только Россия. Поэтому, естественно, всякие вот такого рода провокации, они делаются в отношении России. Кто-то понимает смысл политики, что это классовая борьба, то это классовая борьба. Может быть, борьба и двух классов разных стран. И там правящий, и тут правящий. Только вот там правящий класс страны, которая грабит остальную часть этого мира. Посмотрите, может ли противостоять Соединенных Штатов Америки, скажем, японское буржуазие? Нет. Это победенная страна, там нет армии. Германия тоже не может. Но Франции продемонстрировали, что с ней будет. Франция решила построить вертолетоносец по заказу России. Им сказали, расплатитесь с Россией, верните денежки и отдайте Египту. То есть, вот эти... А что касается Великобритании, как вы понимаете, вот это выхождение Великобритании из состава Евросоюза, ну, сулубо в интересах американской буржуазии. Почему? Потому что, ну, представьте, есть Америка и есть Евросоюз. Мощный, довольно-таки имеющий свою экономику, которая, ну, по размеру и по масштабам близка уже к американской. Отсюда вырывается Великобритания, между прочим, и в военном отношении она достаточно развитая. И тогда уже сравнивать оставшийся Евросоюз, в котором остается Франция и Германия, а Германия проигравшая страна, и поэтому она не самостоятельная. Остается Франция. Но, как вы понимаете, Испания, Греция, Бельгия, Голландия, они вообще не в счет. Поэтому получается, что Соединенные Штаты Америки сделали операцию, совершили операцию, в ходе которой они остаются единственным полюсом вот в этой части, империалистической части мира. Вот как это выглядит на практике. Ну, а, значит, что касается соотношения вот рабочего класса и буржуазии, ну, политика рабочего класса на что направлена? На то, чтобы перейти к другому строю и установить свою власть. А эту свою власть установить очень сложно, только через революцию. Тем более, что вокруг рабочего класса крутится очень много так называемых «левых», которые объясняют, что надо на выборах выставить своего кандидата. И этот свой кандидат, во-первых, он как Грудинин, он не свой, потому что выставляли капиталиста, миллионера, который под видом своей заработной платы забирает прибавочную стоимость, которую делается в его залу. Там же не платятся дивиденды никому. И вот, так сказать, такая партия, которая претендовала на то, что она ведет как бы другую политику, она оказалась такой пристежной для общей буржуазной политики в России. Значит, ясное дело, что тот опыт, который был у России, Великая революция, он показал, что даже при таких руководителях, как Ленин, какое место заняли большевики на выборах в учредительные собрания? А выборы прошли до Октябрьского переворотов. Второе место. Второе место. А на первом месте были газеты, меньшевики и эсеры. А? Ну, вот эти группы эсеры, кадеты-меньшевики. Меньшевики и кадеты. Вот, так что это еще раз показывает, что в одно и то же время, в одном и том же месте, в одном и том же государстве, если вы создаете другие органы власти, а советы были другими органами власти, и эти органы власти по другому принципу формировались через трудовые коллективы, через выдвижение от фабрик и заводов, вы получили там совсем других представителей. А если вы начнете по площадям и по улицам избирать, как это традиционно делается в системе буржуазной демократии, вы получите диктатуру буржуазии с гарантией. Ну, а когда большевики, уже будучи правящей партией, собрали учредительные собрания, они предложили большинству учредительного собрания, которое у нас собралось в Таврическом дворце, проголосовать за то, что советы – это более высокая форма демократизма, чем выборы по территории. Мы эти не проголосовали, тогда фракция большевиков ушла из учредительного собрания, и на этом, собственно говоря, общение фракции большевиков в учредительном собрании со всеми остальными закончилось, а закончилось время дня, и караул, так сказать, попрощался с членами учредительного собрания, они артистовали, вышли, шумели, гудели, потом уехали в один город – Ярославль, а из Ярославля поехали к Колчаку, сначала в Самару, потом к Колчаку, и вот Колчак их, поскольку он не любил эти разговоры, он их посадил в тюрьму, а потом в один прекрасный день их вывели и расстреляли. Поэтому, значит, большевики пальцем не тронули этих членов учредительного собрания, а расстрелял их верховный правитель России Колчак, ну, разумеется, не сам стрелял, дал соответствующие указания, и вот, можно сказать, можно было бы скорбить по поводу убиенных членов учредительного собрания. Вот у нас скорбят только по царской семье, хотя она не царская, царь же отрекся. Если царь отрекся, уже именю семья не царская, гражданской семье. А вот члены учредительного собрания, они же с вороны, казалось бы, ну как вот, сядьте, сядьте, и их всех уничтожил. Ну, всех, кто приехал к нему, так что те, кто не приехали, они уже частично рассредоточились, все остались живы. Вот такая картина. Вот то, что мы сейчас делаем, означает применение классового подхода к анализу разных сторон общественной жизни, в данном случае к анализу политики. А если мы возьмем идеологию, что говорит классовый подход нам? Что идеология, она тоже должна сопоставляться с интересами классов. Сколько классов в современном разном обществе? Хотите, берите современное российское общество, хотите, берите начало века, все равно классовая структура такая же примерно. Не по количеству членов класса, а по номинованию классов. Какие классы существуют в буржуазном обществе? Во-первых, класс буржуазии, который в своих руках держит средства производства. Во-вторых, рабочий класс, который работает на этот класс буржуазии. Но только многое изменилось за время, после, скажем, февраля, после февральской буржуазной революции, и мы можем сейчас сказать, что в современной России, в которой тоже буржуазный строй, рабочие за один час вырабатывают собственно продукт эквивалентной своей зарплате. А все остальные часы, все остальные семь часов, они работают по созданию прибавочной стоимости, а по обеспечению интересов наших капиталистов. Вот так это выражается на самом низшем уровне экономическом. Эти вот расчеты сделал доктор экономической экономики Мазур Олег Анатольевич. И они говорят о том, что говорить, что у нас плохая экономика просто для всех нельзя. То есть три класса получается? А? Три класса. Три класса, но прежде чем мы берем вот два этих класса, вуразия и рабочий класс. Мы получаем такую картину, что у рабочих заработная плата реальная за последние три года, шестнадцатый, пятнадцатый и четырнадцатый сократилась до девяносто двух с половиной процентов от уровня 2013 года, то есть не улучшение жизни, а ухудшение жизни. А количество долларовых миллионеров за шестнадцатый год выросло на десять процентов, а долларовых миллиардеров на одиннадцать процентов. А если мы возьмем последние данные за семнадцатый год, то вот количество граждан, которые обладают суммой в объеме пятьсот миллионов долларов и более за шестнадцатый год, за семнадцатый год выросло на двадцать два процента. Вот это свежие данные. Поэтому степень неравенства и уровень неравенства колоссальная, ну и это характерно для разного строя, так сказать, ничего удивительного в этом нет, только не нужно считать, что экономика вообще плохая. Для кого плохая, а для кого очень хорошая, потому что такого быстрого роста количества миллиардеров и миллионеров нигде в мире нет. И такого сияющего неравенства, которое есть современной России. Так, ну, объяснить это очень просто. Вот посчитайте, что я директор завода, а вы работаете на этом заводе. Я вас собрал и объясняю вам, что, дорогие товарищи, вы, наверное, читаете газеты, знаете, как тяжело в нашей экономике. Сейчас кризис, вот, есть два решения, или я закрываю это ваше предприятие, наше с вами предприятие, это наше, вот мы кормимся, у вас зарплата, у меня прибыль, либо я понижаю вам на две тысячи рублей зарплата. Ну, как вы, к какому пути пойдем? Вы же понимаете, что я как собственник имею право закрыть завод. Ну, у вас, наверное, семьи есть, все, вы подумаете, как вы, ну, даете мне добро на это, или будем вместе мучиться? Вы говорите, ну, давайте мучиться, куда же мы пойдем? Куда вы пойдете сейчас сразу? Особенно, никуда и не решишь. А я считаю, две тысячи умножить на тысячу, у меня тысяча человек. Сколько получается? А? Два миллиона. И вот я ничего не сделал, никаких роботов, про которые нам рассказывают, роботы точно. Какие роботы? Зачем роботы, когда вот я вот поговорил с вами, а вы как люди понимающие, пошли на встречу. И я имею два миллиона в месяц дополнительно, к тому, что я и так имел. Как вы понимаете, у меня не тысячи были, и не десятки. А в год двадцать четыре миллиона. Ну и как что-то мне? Поясное дело, что я начинаю думать, как мне их сохранить, отвожу их туда, как делал товарищ Горудинин. У него пять килограммов золота было на одном счету. Не здесь они даже, не для того, чтобы они вот здесь как-то были в нашей экономике. Нет, они туда уводятся. Сейчас поэтому наши граждане оказались, я имею в виду самых богатых граждан в таком тяжелом положении, опять хочется их пожалеть, потому что там арестуют у самых богатых. Арестуют. А что значит арестуют? Деньги как бы ваши. Только вы их не можете снять. Не можете его снять. А кредит их можно давать банкам, в которых они лежат? Можно. Давать их в кредиты и получать прибыль за счет того, что имеется процент за этот кредит. И вот все наши представители нашего высшего класса буржуазии оказались вот в таком интересном положении. А если они жулики, то здесь они слепее ведут, здесь у них заберут. забирают одного, второго, третьего, у одного за другим. Если мы даже обнаружили, что у какого-то балконника Захарченко 8 миллиардов лежало в сумках приготовленных уже. Бери и неси. И еще миллиард у него было других уже в золоте, в драгоценностях, на счетах, в виде квартир у него, у родственников и так далее. И на вопрос о том, что это за деньги, ответа нет. Откуда взяли мой пакет? Может, клад нашел человек, что он открыл свою квартиру, а там стоят 8 пакетов в каждом пакете по одному миллиарду наличных. Ну, вам не повезло, а ему повезло. И вот вместо того, чтобы поздравить человека, вот завели в уголовное дело. Надо же что делать, что тварь. Вы не видели там сейчас уральские пельмени сделали по поводу Улюкаева такую сценку. Как встречается жена с Улюкаем, он приезжает. на этом колесе, знаете, на котором, он же не будет ходить там по тюрьме. И вот она говорит, Лешенька, как ты? Как ты? Как тебя там? Можно ли к тебе пройти? Да, конечно, говорит, мы ему все время в гольф тут играем, тут все хорошо. А как у вас с деньгами? Он спрашивает. Ой, Леша, так тяжело, так тяжело. Пришли, открываем гараж, вываливаются из гаража все деньги. Так тяжело. Но это вот, к сожалению, отражает то, что у нас есть. То есть, есть два класса противоположных, буржуазия и рабочий класс, и есть класс мелкобуржуазии. Что такое буржуазия? Это вы понимаете собственники средств производства, которые нанимают рабочих, которые продают им свою рабочую силу. Но если я у вас покупаю рабочую силу, я кто? Покупатель? Покупатель. Мой интерес в чем? Вы знаете таких покупателей, которые хотят купить подороже? Не знаете. Я, значит, хочу купить подешевле. Поэтому вы не будете меня спрашивать, когда я буду повышать вам зарплату? Вы же понимаете, что это не может быть и моим интересам никак. Надо просто это понять. А вы продавцы рабочей силы, правильно? Вы продали свою рабочую силу, а рабочая сила это способность труду, совокупность физических и духовных потенций, которая пускается каждый раз в ход при производстве материальных благ. Вы продавцы, что меня спрашиваете? Вы продавцы, так вы должны думать, как повысить. Но если вы одна будете повышать, вы же не повысите. Я скажу, вот это за вами стоит 15 гостарбайтеров, и вы одна не повысите. Только вы можете соединиться в профсоюз, выдвинуть единые требования, и в соответствии с законом у нас предусмотрены коллективные переговоры, коллективные трудовые споры. Вы можете остановить и право на забастовку в 37-й статье конституции. Можете остановить работу и сказать, пока вы не повысите зарплату, работать не будем. Ни один человек. И ничего, я не могу ни одного человека уволить, ничего нельзя сделать. Но для этого надо, чтобы продавцы сами, продавцы рабочей силы, которые продают ее, не продавали дешево. Это уже от них зависит. А почему вы думаете, что я за вас буду бороться? Это странно как-то. Если я покупатель, то я никак по этой линии пойти не могу. И есть третий класс, который вроде бы с развитием капитализма уменьшался. Почему? Потому что крупные монополии, механизированное производство, автоматизированное производство, все меньше и меньше всяких частных лавочек. С другой стороны, монополии вздувают цену, потому что с точки зрения затрат, с развитием производительности труда, с ростом производительности труда, затраты на единицу, что делают? Идут вниз, правильно? Все дешевле, все у нас, все про что говорят, что все стало дороже, все это содержит все меньше и меньше труда. Как это быстро посчитать? Поскольку нам не нужен счет, так сказать, деталей, но вы понимаете, что рабочих становится меньше, а продуктов все больше. Значит, в одном продукте заключено все меньше труда. Поэтому, если я капиталист, я, значит, раз меньше стало в этом продукте, то при той же самой цене я получил повышение прибыли, а плюс еще добавил монопольную наценку. Вот вам добавил я в цене, если хотите, не покупайте. А куда вы пойдете? Куда вы пойдете, если только я один это произвожу? Вам говорят, вот боритесь с жилконторой, с этими самыми, ЖКХ, как вы с ними будете бороться? Одни и те же эти самые фитинги, вентили, какие установят, не хотите, сейчас у вас все зальет, сейчас все испортится и так далее. То есть, и неманипуляризированный покупатель перед лицом монополии совершенно беззащитный. А вот монополию создать даже профсоюз какой-нибудь простых жителей или покупателей это нереально совершенно. Невозможно организовать даже жителей одного дома, потому что все так называемые избранные управляющие компании, это кто-нибудь, тетенька одна прошла с листом и везде подписали, что вы участвовали, в собрании участвовали, подпишитесь, что вы участвовали, что вы вот меня и ее избираете. И потом вот это, это, это и все. То есть, все, что у нас сделано в области создания управляющих компаний, это, ну, грубо выражается, липа. Никаких собраний не было, поэтому все эти протоколы обманны, они все эти протоколы незаконны, но это реальность нашей жизни. Я когда был кандидатом, регистрировался кандидатом в Думу, ходил по Дому 10, корпус 1, здоровый такой дом. Вот мне все жаловались, что у них управляющая компания и ее руководитель все время катаются по заграницу, там отдыхают, там у них эти проблемы. А кто там устанавливает все эти цены на коммунальные услуги, они повышают. Ну, я уже вам рассказывал, как с зарплатой, а как тут? Просто взять и повысить цену. монополист, повышает ее и все. А вам вы туда пойдете, сюда пойдете, некуда ходить, потому что уже монопольная экономика. Вот время стихийного товарного хозяйства, который характеризует капитализм и свободной конкуренции, эта фаза капитализма осталась позади. мы живем в эпоху монополистического капитализма, от него только дорога вперед. Как говорил Леонид, единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа означала бы социализм. Реставрировали в капитализм, поэтому, так сказать, кто-то либо идти снова вперед, а назад дороги нет. Вот такая картина. Значит, три класса. Спрашиваются, а сколько идеологий? Идеология это идеи, система идеи, которая выражает интересы класса. Ну вот, есть интересы буржуазии, значит, есть последовательно выражающие интересы буржуазии идеология, правильно? Есть другая идеология, выражающая интересы рабочего класса. Соответственно, она не состоит в том, чтобы повышать цены и понижать зарплату, она состоит прямо в противоположном, сокращать рабочее время, увеличивать благосостояние отрублящихся, ну и уничтожить эксплуатацию человека человеком, чтобы кто-то не жил за счет чужого труда. Значит, это две противоположных идеологии, которые есть в современном обществе. Самая пикантность нашей ситуации в нашей стране и интерес, можно сказать, исторический, состоит в том, что в Конституции записано, что у государства нету идеологии никакой. То есть нету идеологии. Дескать, ну вот вы будете там агитировать, ваша идеология будет правящей. Ну пока нету никакой. Какие у нас авторитеты, и по всем опросам начинают говорить, у нас страна буржуазная, у нас страна капиталистическая, начинают опрашивать, на первом месте идут Сталин и Ленин по опросам, причем каких он, опросам, которые проводят буржуазный Ревада-центр, да еще и содержащийся на иностранной субсидии, он так и записан в иностранных агентах. Но в иностранных агентах записан, поскольку он получает иностранное финансирование, но его деятельность не оценивается как враждебная, потому что он достаточно объективно дает оценки, более объективные, чем, например, «Эхо Москвы». То есть, если я буду опрашивать тех, на кого я обещаю, то у меня будет все время процент высокий. А они опрашивают свою аудиторию, они же не опрашивают тех, кто смотрит другие какие-то передачи и слушает другие радиостанции. Ну вот, получилось две идеологии. У Ленина есть такое положение, что либо буржуазная идеология, либо пролетарская. Третья идеология не выработает человечество. Вот это вызывает сомнение. Как это так? Три класса, а идеология только две. Почему? Как это так? Нелогично получается. Начинаем разбирать класс мелкой буржуазии. Значит, мелкой буржуазии, вот я еще раз вам сформулирую ее определение, потому что я его нашел не в экономических произведениях. У Маркса и Энгельса они считают, что они это все знают, они определение не дают. У Ленина тоже, наверное, считают, что все все знают, а он в политической работе какой-то дал. А так вот вроде как и говорят мелкой буржуазии, но это не маленький буржуазий. Мелкой буржуазии это мелкий хозяйчик, работающий на рынке. Если я просто мелкий хозяйчик, выращиваю огурчики и сам ем, я не мелкий буржуазий. Я патриархальный хозяин. Я не связан с рынком. А если я производил для обмена, то я вот сделал и вам пирожки. Сам бы ел, да деньги надо. Но поскольку мне деньги надо, что я туда положу пирожки, это вы сами подумайте. Зачем я буду класть туда хорошее и дорогое, когда могу дешевое и плохое? Не видите, что пальмовое масло разложили во все конфеты, во все торты, и все страшно сладко, и это не со времени переворота там 91-го года, а после 65-го года, когда была реформа экономическая, и когда вместо показателя снижения себестоимости администратура была выпуска продукции однозначной и ГОСТ очень строгий, поставили объем реализации, объем прибыли и рентабельность. То есть все связано с деньгами. А если с деньгами, чем меньше вкусного положишь, чем богаче будешь, тем больше прибыли. И чем больше прибыли, те больше всех хвалят и больше денег дают. Поэтому вы можете купить там, скажем, скучонку, видеть, написано на ней ГОСТ СССР. Если будете читать, там скажут цельное молоко, а дальше написано то, что не молоко, туда, в прищаду. Не молочные продукции. И черти, и патока там, и чего там только нету. Пропорции не указаны, поскольку ГОСТ не тот, который был, другой. Или как сейчас продают лимонад, дескать, как раньше. Так раньше, то, на который ради бензоат натрия туда клали, бензоат натрия не клали. Но два дня срок был для лимонада. Вот если лимонад продают, ну это такой уровень организации высокий, что вот вы этот лимонад не продали за два дня, все, это брак. Поэтому, ну а если положили бензоат натрия, да вы с прошлого года берите лимонад и пейте на здоровье. А какое здоровье, если вы уже набираете все больше и больше, то бензоата, и говорят потом, худейте, да не только похудейте, и заболеете еще от этой пищи. А если вы будете читать, из чего составлена там, скажем, колбаса, почитайте, там очень интересно узнать, там написано, сосиски с мясом. То есть там еще они, как пирожки с мясом были, какие-то сосиски еще с мясом есть, там и мясо. Мясо тоже есть немножко. Хотя, я еще раз повторяю, не надо думать, что это связано вот именно только с этим временем, это вот после 65-го года. Я читал журнал «Плановое хозяйство», у нас еще был госплан, все это солидно было. И в этом журнале состав колбасы был расписан. Уже началось после реформы 1965-го года нитрит, ну немножко мяса, конечно, свинина, говядина, жир, крахмал, нитрит, нитрат, поташ и казеинат натрия. Вам нравится казеинат натрия? Знаете, здесь казеиновый клей, это делается из косея. Да, и еще. И костная мука. Вот вы по вкусу можете отличить костную муку? Вот беру такие маслы и на шаровых мельницах муху его перетираю и половину колбасов. Ну как? Вы же понимаете, что организм человеческий не растворяет, не переваривает костную муку. А зато вы должны понимать, что у нас колбасы больше, чем в два раза, чем производится мясо в стране. это чей? Вот это прогресс. Правда? Ну а то, что они вкусные, ну не берите. Это ваше дело. Но вам деваться некуда, потому что монополия. А где вы найдете натуральный продукт? Деревы не найдете. Так вот, этот самый класс, мелкий хозяйчик, работающий на рынок. То есть у него есть средства производства, а этой вот роднит как бы бурразию. Но у него есть средства производства, на которые он нанять может какие-то работников, а мелкое бурразие никого не может нанять, только сам может работать. У него есть лопата, у него есть, может, жигули, они вот, видите, на ящике водят эти помидоры, огурцы, капусту и так далее. с утра до вечера, никто там не регулирует никакой рабочий день, вот, это трудящийся, работящий и так далее. Но, какова цель, если я стал мелким буржуатом, что я хочу, кем хочу стать? Буржуат, правильно? Мелкий хозяйчик хочет стать настоящим хозяином, а судьба его какая? А судьба его такая, что из сотни, если один выберется, когда, это очень маловероятно. А вы видите, что с ними творят, вот, скажем, когда у нас Валентина Ивановна была губернатором, она вдруг строго посчитали, на каком расстоянии ларьки стояли около каждой станции трамвайной остановки. Пять метров, значит, у кого ближе, чем пять метров, пять метров и ближе, ликвидируют. Пришли с болгарками, в Москве всем выдали бумаги законные, что они их вот арендуют, что они собственники, тра-та-та. И помните, был этот шум вокруг станции метро и так далее, в Москве. Все это, приехали с бульдозерами и так далее. Почему? Потому что, значит, как говорится, мы поддерживаем мелкий бизнес. Как поддерживать? Знаете, вот, утопление, как топить людей, значит, вы поднимаете, потом пять метров. И пока человек совсем не закреплялся. Так и здесь, поддерживаем мы. То есть, говорят, давайте, давайте, давайте потом. Раз, и все это порезали, ликвидировали. Этот самый мелкий бизнес. То есть, судьба этого мелкого бизнеса, а какая может быть? Ну, правит буржуазия, никакая не мелкая, а правит буржуазия. И если у нас, значит, есть миллиардеры, которые определяют политику, как вы понимаете, не мелкие же ходячие, а определяют миллиардеры. Лисин – миллиардер, там, Потанин – миллиардер, там, значит, еще есть куча целая этих миллиардеров. И они определяют, так сказать, фактически политическую идеологию. То, что делается в интересах буржуазии. И что тогда за позиции, что за идеи у мелкого буржуазия. У него идеи, одни идеи совпадают с интересами рабочего класса. Это идеи трудящихся, правильно? Всех трудящихся надо вот, чтобы мы меньше их эксплуатировали, лучше бы они жили. А вторые идеи, чтобы я стал хозяином, чтобы стал буржуаз. То есть, свободу частной собственности, свободу эксплуатации. Потому что я надеюсь потом вот разбогатеть, и вас возьму в наемные работницы. Будет мне хорошо, будет мне счастье. Насчет того, будет ли вам счастье, я не знаю. Может, я вас спасу от голодной смерти, и вы мне будете по гроб жизни благодарны. Потому что никто вас не брал на работу, а я вас по знакомству и принял. Видишь, и хорошо. Итого, значит, вот получилась такая картина, что третьей идеологии нет. У мелкой буржуазии положение противоречивое, двойственное. Она и в этом заинтересована, и в этом. Отсюда и позиция, она колеблющая. Кто ее куда привлечет? Вот, например, у нас довольно, я бы сказал, глупая была буржуазия после февральской революции. Но тут бы ей нужно что сделать, если она делает буржуазную революцию? Забрать землю у феодалов? Это же задача буржуазной революции. Забрать землю, отдать крестьянам. И это привело бы к развитию, к бурному развитию капитализма. Так? Нет. Это не сделала буржуазия. Победила революция, создала временное правительство и погнала людей на фронт, чтобы они там умирали. И ввела смертную казнь для тех, кто убегает с фронта. А в это время большевики сказали, а мы, это не мы составили наказ, это вот крестьяне наказывали, и сырын составили наказ, что мы всю землю, когда если победим революцию, мы всю землю разделим по едокам. Хотя это не наша программа. Мы за коллективное сельское хозяйство, за общую собственность, но мы вот даем обещание, что мы... И большевики это разделили. Спрашивали, кто после этого должен победить гражданскую войну? Скажите, пожалуйста. Кто воевал-то? Кто основной военной силой был в гражданской войне? Крестьяне. То есть было какое-то количество рабочих, ядро Красной Армии, дальше крестьяне, которое гораздо больше, чем рабочих. Было какое-то количество белогвардейцев, это помещики, или слуги, и так далее. И потом опять крестьяне. А как так получилось, что много так набрали крестьян? Да, очень просто. Сначала были добровольческие армии. Белая добровольческая армия, и Красная Армия тоже добровольческая. Красная Армия, красногвардейцы, это все добровольцы. Потом выяснилось, что на добровольном строительстве армии далеко не уедешь. И это поняли и Красные, и Белые. Причем, как вы понимаете, если вот большевики захватили власть, им нужна гражданская война? Вот я захватил власть, мне нужна? Все захватил? Мне нужна война гражданская? Нет. Я у вас все забрал, всю власть. А кому нужна? Вам. А если вы при власти? Так я остался обездоленный, я был при власти, а теперь вот вы какие важные, у вас все есть, а у меня ничего нет, я пошел на дом собирать людей, чтобы у вас это разбирать. Поэтому тут понятна совершенно картина. Поэтому если люди этого не понимают, ну просто дело не в большевиках, а в меньшевиках. А просто тот, кто власть имеет, никогда не заинтересован в гражданской войне. Ну, а как ведется гражданская война? Очень просто. Вот у вас вы в одном селе, а вы в другом. Приходим. Это село. Мобилизация. Пойдете в Белую армию? Записываю, кто не пойдет. Вот стеночку, видите? Надо объяснять? Не надо. Так. Только, значит, в соседнюю деревню приехали красные. Мобилизацию сделать. Мобилизация же проводилась по селу. Так, вы пойдете в Красную армию? Не пойдете. Вот к стеночке встаньте, кто и пожалуйста. А вы вот, я так понял, что так не радуетесь? Ну, это же политика. Политика, идеология. Мне рассказывал Николай Андреевич Моисенко, мой соавтор, декан экономического факультета университета. Он родом из Черниговской области, воевал, был командиром полка Катюши, закончил в Кенигсберге. Такой заслуженный человек с орденом Александра Невского. Он говорит, вот у них проводили коллективизацию. Там убеждение было такое. Убеждали. Убеждали. Никто не принуждал. Вот председатель Селесовета собрал всех перед коллективизацией. Кто заикался еще. Он фронтовик. Ранения у него были. Контузия. Кто за советскую власть, тот за колхоз, тот за советскую власть. Кто против колхоза, тот против советской власти. Кто против советской власти? Молчат. Подходите, записывайтесь в колхоз. И все записались добровольно. Ну, это же такой сложный вопрос. Да? Ну, что он? Ничего же, ничего плохого не делал. Никого не наказал. Ничего. У меня дед рассказывал. Он верующий. Глубоко. Верующий, переверующий. Вот его спрашиваю, пойдешь в колхоз? Вот, мне вера не позволяет. Ну, и раз в погреб. Ну, посиди в погребе до утра. Посидел, а утром спрашиваю, ну, пойдешь к колхозу? Нет. Мне вера не позволяет. Ну, иди отсюда. Потом эти самые колхози, как водятся, лошадей этих, которые были обобществлены, загоняли. Приходят снова к этому деду. К моему говорят, Андрей Игнатьевич, в колхоз отдашь лошадь? Да, дам, берите. Я знал, что вы придете. Потом он, значит, соберет вот старушек. Вот я уже был свидетелем, мальчишка. Вот. Он соберет старушек, и они от него уходят просвещенные. Он объяснял, что колхозы – это великое дело, что это иначе бы мы не спаслись и так далее. Ну, вот. Это сложные же все эти, исторические моменты. Всяко бывало. Во всяком случае, что мы, какой делаем вывод? Нету никакой третьей идеологии. Нету. Есть две идеологии. Одна буржуазная, другая пролетарская. Одна реакционная, другая прогрессивная. Это не значит, что в реакционной идеологии нет ничего правильного. Правда? Такого не может быть. И не бывает, что люди, которые несут прогрессивную идеологию, у них так прямо все правильно, они все из себя красные, все раскрашены, как вот Никита Сергеевич Хрущев. Он все изображал, что он за коммунизм. Потом в 1962 году в рабочих стреляли по его указанию в Новочеркасске, которые требовали понизить цены и не повышать расценки. То есть обычные требования по всему миру рабочие требуются. Поэтому мы не должны вот этот вопрос упрощать и не так просто разобраться, какая идея буржуазная, какая идея пролетарская. Но легко разобраться, что в идеологии идет постоянная идеологическая борьба. Есть одни идеи, есть другие идеи, противоположные. И каждый человек, он выбирает, на какой он стороне. Это он на почве идеологии. Это еще не политическая борьба, а и в политике идет борьба, а есть в идеологии. Теперь вопрос теперь о нравственности, морали и права. Ну, что такое право, если я вас прошу? Вы уже люди взрослые, по идее все должны знать, но я, как представитель философской науки, я, поскольку Гегеля читал, а Гегель говорит, что известное еще не есть от того познанное, потому что, ну, кто будет задумываться над тем, что с детства известно? Что такое право? Это возведенное от закона воля господствующего класса. Вот, смотрите как. Уровень. Учитесь. Но это не значит, что это познанное. А? Известное не значит познанное. Если не есть познанное. Воля господствующего класса. В чем это выражается? Это можно заострить. Ну, вот, у Ленина есть такое положение, поскольку он, как известно, политическую науку очень сильно продвинул и разбирался в ней. Он дает определение такое, что государство всегда это диктатура класса. А что такое диктатура? Вот, наверное, вы уже тут не скажете. Что такое диктатура? Слышали такое слово? Пугают, ругают. Диктатура. Что такое диктатура? Это власть, не ограниченная никакими законами. Вот скажите, пожалуйста, у нас в буржуазии российская ограничена какими-нибудь законами? Ну, каким она законами может быть ограничена? Скажем, у единой и справедливой ЛДПР в Думе две трети голосов. То есть она любой закон примет. Поэтому у нее власть, это для вас, вы ограничены законами, она не ограничена. А какая-нибудь, в какой-нибудь стране буржуазии, которая при власти ограничена какими-нибудь законами? Нет, конечно. А феодалы были законами ограничены или они закон отворили? Если право, это возведенные в закон воля господствующего класса, так воля класса, она потом оформляется просто как закон. А вы уже потом будете выполнять. Ах, вы нарушили закон? Что делаем с теми, кто нарушает закон? Куда вас отправить? Погулять. Погулять. Сейчас будете гулять в тюрьме. Потому что вы же так же не гуляете. Я вас спрошу, что вы ведь не гуляете же ведь, откуда и румянестом на лицах, если не гуляют люди. А там обязательно, даже в строгого режима в тюрьме, один час. Поэтому вот люди, смотришь, эти все поумирали, которые в литейных цехах работали, люди там репрессированные, проще, живут до 90 лет. На свежем воздухе. Так. Так вот, право, возведенное закон воли господствующих классов, поэтому никакой справедливости, когда говоришь о праве, и речи быть не может. Потому что то, что мне справедливо, если я правящий класс, то вот и есть справедливость. Если вам не справедливо, вы против права пошли. Если вы против права пошли, у нас есть все средства для того, чтобы право обеспечить. Все средства у нас есть. У нас есть и гвардия. Внутренние войска, знаете, что такое? С кем воевать? С кем? Внутренние войска. С кем воевать? А вдруг вам вздумается, что вам не понравилась наша воля нашего класса? Только имейте в виду, внутренние войска вооружены не хуже внешних. Видели, как вот такая сцена, я наблюдал, очень интересная. Какие-то пенсионерки решили митинг сделать за повышение цен пенсии у Финляндского вокзала, а со стороны Невы выстроился такой отряд космонавтов. Космонавтов, потому что это внутренних войск, служители. Вот такие прозрачные, круглые головы, пули непробиваемые, ну и клюшка непробиваемые, потому что пенсионерки же там были. тут вот бронежилет, тут бронежилет в зеленом стоят, а около памятника Ленина рассказывают два милиционера, которые, ну, знают, что эти старушки, не рассказывают о них, конечно, есть о них пистолеты, но они не думали, не держат их за эти пистолеты, и вообще они совершенно прижасно понимают. Но Богуступает, старушки, расскажут, какая тяжелая жизнь, скажут, когда это вот надо улучшить, и разойдутся. Но там стоят просто. Или вы, наверное, видели во время демонстрации подъезжают такие зарешеченные машины, в которых вас не сажают. Но если они подъезжают, значит, могут посадить в эти машины, потом могут и отпустить, но могут кого-то и не отпустить. Правильно, мы же знаем. Я вот не видел, у нас вот другая картина в Ленинграде, не так, как в Москве. В Москве неоднократно видел. Вот я на вечерний, на ночной поезд сажусь в Ленинград, сижу там, читаю книгу на вокзале ленинградском. И сидят какие-то бомжи. Им сидят себе и сидят. Ну где им сидеть? Дома у них нету. Тут есть вроде кресло, общественное место, вокзал. Подходит милиция, видит бомжи, ну их видно, что они бомжи. Раз! По спине этой резинкой. Те заорали и выгоняют от этого вокзала. Хотя вроде есть закон даже из гостиницы нельзя на ночь выгонять человека. Вот я приду в гостиницу и лягу там в 23 часа и все. Ну это я так теоретически рассуждаю, как профессор по кафе экономики и права. Практически пойдут два охранника, дадут мне пинка и выкинут на улицу и все дела. И потом еще скажут, что я дрался с ними и нанес им побои и справки принесут. Потому что у них есть медик, который такие справки выдают. Правильно? А у меня свидетеля никого. А у вас вот тут трое свидетелей и сейчас вы подадите на меня заявление, а вот эти трое будут доказывать, что да, он действительно был не трезв и кидался в нас тяжелыми вещами. Бывает такое в нашей жизни? Бывает. Поэтому право мы не идеализируем и прекрасно понимаем, что право всегда это воля. Какой класс господ? Есть право пролетарское, есть право буржазное. Третьего права нету. Ну, есть феодальное право, но уже нет феодальных государств. А нравственность у нас одна или две? Можно ли и про нравственность говорить с точки зрения классовой? Или это нельзя говорить, что это бесклассовая такая категория нравственность. Ну, вот казалось, что хорошо, а что плохо. Вот вы себя правильно ведете или неправильно ведете? Это нравственность. Правильно? Нравственность чем отличается от права? Право предполагает наказание. Наказание какое? Принуждение. Если вот вы не так поступили, это до трех лет, а вот так до двух лет это штраф. А это а если нет никакого наказания, это вообще не право, выкиньте это из права, потому что если не принуждаюсь, зачем это писать? Не нужно писать то, что все равно никто выполнять не будет, и никто за это не наказывает. Поэтому право состоит из таких положений, за которые следует наказание. Если слабые наказания, это обычно административное право. Дескать, вот штраф, 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 штраф. А если это наказание уголовное, тогда это уголовное право. То есть наказание, если в тюрьму можно посадить за это. Вот два вида. Есть соответственно два вида людей, которые разбираются в этих нарушениях. Те, которые разбираются в мелких преступлениях, называются дознаватели. Замечательная философская такая формулировка. Дознаватели. Можете трактовать, что они должны уже почти все знают про вас, но надо еще дознать, допросить вас и дознать. Тогда у них будет полная картина. А можно считать, что они еще к знанию это не приступили. Они дознания. Еще знания никакого нет. Они дознаватели. Это вот те, которые следователи, они изучают там всесторонне, у них все это поставлено очень хорошо. А вам ну возьмут лишние деньги, ничего страшного с вами не будет. Государство считает, что ничего страшного, дознаватели ничего дознают, то и дознают. Напишут вам бумажкой и деньги поступят в государственную казну. Это же хорошо, если государство будет богаче. Это наше же государство. Или, как говорят, государство это мы. Хотя мы знаем, что государство это не мы, а государство это орган господствующего класса. Это не мы, а это они. Но если мы господствующий класс, то это мы. Вот так обстоит дело. Так вот, считайте, что я Абрамович на минуточку. Как вот вы считаете, дорогие товарищи, хорошо жить чужим трудом или плохо? Нарапсона или безнарапсона? За счет чужого труда. Ну как вы думаете, если у меня 17 миллиардов долларов, то это я за счет своего труда имею такие богатства или за счет чужого труда? За счет того, что вам стипендии не платят, а кому платят? Платят стипендии, чтобы они дожили за следующей неделе полторы тысячи. На полторы тысячи сколько можно прожить? Я спрашивал студентов, они говорят, ну неделю. А как мне быть? Я у меня раз в неделю лекции. Значит, я уже последний раз вижу этих студентов. По идее, раз только не елю, хватит. Но они будут выживать. Наверное, такое сейчас поколение выращено людей в современной России, они могут жить бесконечно без еды. и потом вот это просто живая реклама. Вот как сейчас рекламируют, как похудеть? Ты что тут рекламируют? Приходите к нам. И каждый должен вот сюда написать, хочешь похудеть, спроси меня, как? И расскажите, какие у вас доходы грандиозные, как вы живете. И все. А нет, какие люди, такие программы, деньги берут большие, чтобы похудеть. А мы пропускаем, такой бизнес не делают. А у нас государство все так сделало, чтобы нам этот бизнес вести. А мы этот шанс выпускаем. И все стройные такие, никаких проблем нет. Так вот, как вы считаете это? С точки зрения нравственности хорошо получать нетрудовой доход? Вот у меня 17 миллиардов долларов. Хорошо? Какой ответ? Что-то вы молчите так. Что, против боитесь сказать? Я не запрекаю. Вот я считаю, если я миллиардер и у меня 17 миллиардов долларов, то хорошо. А если у вас нету столько денег, это в чем дело? Знаете, почему? Да, вы неуспешный. А я успешный, потому что когда вот тортанули мы, где лежу общественного достояния, вы не успели, а я быстро побежал и все это забрал. А вы, если неуспешный, так неудачный должен плакать. Это справедливо. Не надо воспитывать паразитизм. Да, и что вы должны, кто-то вас должен заниматься, вами, иждивенчество. Не надо иждивенчество, чтобы государство должно о вас заботиться. Вы должны заботиться о государстве. И обо мне. А кто государством управляет? Мы управляем. О нас надо заботиться. Но это мораль кого? Мораль того класса, который держит в руках основные средства производства. Буржуазная мораль. А если у меня уже третья жена, это хорошо же? Да та же уже старая, вторая. Вот новая, третья, потом будет четвертая. А мы придумали и что у нас будет не просто брачный союз, как вот раньше. Вышли замуж и все. Что-то скокота какая-то. А брачный договор. Ну я одну квартиру там, пятикомнатную и одну фабрику отдам этой жене, а потом у меня будет новая. С ней разведусь еще отдам. А пополам делить, как это мрачные годы тоталитаризма делили пополам богатство, которое мы вместе нажили. прошли такие времена. И вот тот же Абрамович уже систематически этим пользуется. Ну а это и для других открыта такая дорога, дескать, давайте вот не просто выходить замуж и жениться, а давайте заключайте брачный договор и сразу будем решать, что вот это было до до женитьбы. Это остается у вас и у меня. Вот это просто женитьба. если я вот крупный капиталист, ну неужели я вам завод отдам, не зашли, ползавода, да и что, завод громить. Но есть такие люди, которые требуют половину, и суды еще идут на встречу. Это вот я считаю, если я представитель крупного капитала, я считаю это аморально. Короче говоря, морали тоже и нравственности тоже две. Только когда мы говорим о нравственности, это как бы внешнее поведение нравственности, да, что вот так хорошо, а так нехорошо. А если на утреннее, так сказать, вот у меня мораль такая, у меня мораль такая, что раз я успешный, берите с меня пример. А если вы с меня пример не берете, значит мало того, что вы неуспешный, не исправляетесь. Поэтому и нет у вас 17 миллиардов долларов. Вот самые вы и виноваты. А раз виноваты, пусть неудачник плачет. Это известно, это у нас в искусстве закреплено. То есть нету единой нравственности, две нравственности существуют. Что у нас в обществе буржуазном, что не продается, все продается. Весь город заклеен объявлениями. Маша, Таня, Катя, Вера и так далее. Ну что, с одной стороны, что вот они деньги имеют, а с другой стороны, несчастные люди. Нет у них там ни семьи, ни любви, ничего. И это в другом продажность. Почему? Это что, не знают, не видят? А как у нас закон на это смотрят, вот у нас законница? Закон запрещает проституцию? Нет. Нет. Закон буржуазный не запрещает. Наоборот, говорят, ну почему не сделают, как в других странах? Доезжайте до Финляндии, там, пожалуйста, публичные дамы. Заплатил деньги и все в порядке. Запрещают? Не запрещают. Наказываются сутенеры. То есть, если нагрянут, и там сутенерка, какая-нибудь дама, или какой-нибудь сутенер, вот его можно посадить. Ну и занимаются этим очень редко. Очень редко. А почему? А потому, что вообще вот богатых редко, когда они они же богатые. Вот вы пришли, вы из милиции. Вот вам 500 долларов. Давайте как-то по-хорошему. И так и пошли. Мало 500? Ну, тысячи долларов я и дам, я же 10 тысяч получаю. Долларов. Помните, была история с крышеванием игровых автоматов и игровых всяких клубов под Москвой. Дорогая наша прокуратура потихонечку вытащила всех. Я думаю, не безвозмездно. Ну, факт, что они сколько не бился Следственный комитет, сначала они их посадили и все выбрались и все освобождены и все виноваты. Все хорошо. Или вот были игровые клубы распространены, там тянули деньги, а сейчас деньги тянут из родителей. Это гораздо оказывалось более выгодно. Вот у вас будет дочка, а ей понравится или есть дочка, а ей понравится пони. Пони надо купить не одно, их надо в коллекции купить. А детям будут по интернету и через телевизор рассказывать, что надо обязательно коллекцию. У меня вот 5-летняя внучка, она вот будет с родителями тянуть, что нужно коллекцию и все этих пони. Или страшилы были и такие монстр хай. хай это высокий, монстры это чудище, монстры это страшное стражилище. А помните всякие трупы или скелетон продавали? Что такое печенье, а на них скелетончик. Это для деток маленьких продавали. Давайте покупайте. И пока вот не соберут это все. Еще Винкс были тоже, а тоже там журналы и все. и все это полный комплект. Вот это прошло новый комплект. Я вот беседую со своей внучкой, говорю, ну вот что ты принесла, какое может быть ел? Она говорит, единороги теперь продают. единороги у тебя вот рог на лбу выйдет. Хорошо? Нет, это у меня плохо. Ну а у коня вдруг рог? Они же не видят коней, они не видят животных. А помните вот этих парасят были, как они назывались? А? Пеппа. У Пеппа видели, что лентяи эти художники, у них глаза были на одной стороне, как у Камбала. Не то, что справа и слева от носа, вот просто лентяи там. делать надо быстрее деньги рубить капусту. Короче, капуста прошла, это новая капуста. И дальше было. Поэтому мы видим, что деньги зарабатывают, но это понятно. Теперь мы тоже самое морально наблюдаем в деятельности наших министерств, руководящих органов. Вот скажите, давайте сыграем, что я становлюсь министром. Каким я должен быть министром? Принципиальным или весь принцип? Как вы считаете? Давайте только честно, по-честному. Вот я кто? Принципиальный должен быть министр или весь принцип? Принципиальный. На что вы меня толкаете? Куда я попал? За таких как ты? Принципиальный. А вот теперь давайте разберемся, какой у нас принцип сейчас. У нас в мрачные годы тоталитаризма и культа личности был принцип такой. Приоритет общественных интересов, государственных интересов. А сейчас мы от этого освободились, и какой у нас принцип личный? Вот я как принципиальный человек сел в кресло министра. О чем я должен думать? о чем я должен думать? Вот. Но только поймите, что это государственная моя позиция. Это принципиальная позиция. И вот я заботюсь, заботюсь о себе. Не, ну я что-то делаю для государства. Не то, что я ничего не делаю, просто в первую очередь я о себе заботюсь, но что-то я и делаю. Там бумаги пишу, отдаю, указания делаю и так далее, но главное это набрать мне. Но набрал Лукаев и за что его вот теперь посадили. Ну человек взял взятку. Ну что такое это взятка? У него дома нашли, значит, у него на счету миллион долларов, у него там золотые всякие вещи, у него, значит, валюта. Или у Хорошавина, который губернатор Сахалина, миллиард восемьсот миллионов нашли. Причем наличные прямо вот разложили. И в российской газете прямо такая публиковалюта. Прямо весь пол у него в кабинете приходили люди на листах. Объясните, как это делается? Очень легко. Это я для этих неуспешных объясняю. Вот я губернатор, а вы руководители строительных фирм. Но работаете вы на Сахалине, где суровый край, тяжелый труд кругом и так далее. Так, вот мы собрались с вами. Ну что, руководители фирм, вам деньги нужны? Заказы нужны? Я еду завтра в Москву, Дмитрию Анатольевичу. Буду договариваться о финансировании. Так, вам сколько надо? Чего так смотрите? Ни сколько они надо? Пали? Вам сколько надо? Миллиард. Миллиард. Хорошо. Значит так. Миллиардов всем. Слушайте меня внимательно. вам будет перечислено 9 миллиардов, 2 миллиарда наличными положите у меня. Я не спрашиваю вас, как вы будете их обналичивать, меня это вообще не интересует. Устраивает вас такая сумма? Все, 7 миллиардов получите. А я, к вам придет на счет 9 сейчас. Давай сюда. Вам сколько надо? Будет 6-2 сюда. 15. Ну вы даете 14. Вадя, обойдетесь. Ну, 3 сюда. Так, ну, а вы не участвуйте. И вот обратите внимание, значит, во-первых, он набрал миллиард 800 наличными, больше ничего. во-вторых, ни один из предпринимателей недовольных не было. Ну, почему, вот вы можете только быть недовольны, вы обездолены здесь. И вы обездолены. А вот эти все, ну, вы же никогда бы не получили от Дмитрия Анатольевича эту сумму. Никогда. Я вам привез эти деньги, правильно? И вам это, эти все равно 2 миллиарда вам и не должны были никто давать. Вы сколько мы просили у меня, сколько я вам дал. А это вас вообще не касается. Это наше с Дмитрием Анатольевичем отношение. И вам. Вы получили свои 14? получили? Ну, я там тоже. И все, вот, и все эти сахалинские предприниматели, хоть один бы вякнул против Хорошаев. Ни один не вякнул. А зачем? А приезжает Хорошаев, Дмитрий Анатольевич, суровый край, край нашей России, необыкновенные затраты. у нас есть блестящие вот три фирмы. Вы не блестящие, и не фирма. И вы не блестящие. А вот эти блестящие фирмы, они гарантируют все сделать в срок. Вот нужно 14, 5, и 7. Нет, что я сказал-то? 18, 18, 7 и 9. Всего. Ну, это разница там, ну, что там, Дмитрий Анатольевич не своих же отдает, чего вы волнуетесь-то? Ну, чего вы волнуетесь, не свои. Чьи-чьи? Наши. Ваши вот. Но и не сахалинские же, со всей России собирают. Со всей России, для России большая, собрали деньги. Все равно денег нет. Вы же знаете, денег нет, а вы держитесь. Собрали деньги, расплатились. Мало того, этот Хорошавин. Когда началось следствие, сейчас он уже сидит, дали 13 лет, началось следствие, он говорит, а как это так? Вы мне тут арестовали миллиард восемьсот. По эпизодам, вот получение взято, по эпизодам, вот в документе, в деле, только шестьсот шестьдесят миллионов. Поэтому я требую, вот, снять арест с остальных. Это вас не касается. Почему? Потому, что у нас в законодательстве, про право, слышали? Право и должность, классовая характера, не написано, что надо, можно спрашивать, откуда у меня деньги. Вот не спрашивайте, откуда у меня деньги, не спрашивайте. не хорошо спрашивать. Но это как-то вот эти, это у нас такие дубовые, эти правоохранительные органы не вняли. Тогда он написал в Конституционный суд письмо, что несправедливо. По Конституции нельзя спрашивать, откуда у меня деньги. Прошли те времена. Вы еще будете спрашивать, откуда у меня пиджам. Доработал. Сейчас Собчак говорит, я доработал 400 миллионов за 6 лет. А если вы меньше заработали, значит вы неуспешные. Что тут, все очень просто объясняется. И вот, что вы думаете, ответил Конституционный суд. Конституционный суд задумался, потому что на самом деле они уже все это прогласили. Написал письмо в Верховный суд с рекомендацией прислушаться к аргументам хорошая она. Но этот Верховный суд, поскольку если было бы решение Конституционного суда, он обязан выполнить. А поскольку была рекомендация, он наплевал на эту рекомендацию и не выполнил. И арестовал все равно эти деньги у него. И потом они, наверное, передадут их государству. В общем, не повезло. В общем, это безобразие. Несправедливость, конечно, преследует несчастных людей, несчастных миллиардеров. Вот сейчас два миллиардера сидят дружки нашего вице-премьера Дворковича. Вернее, точнее, дружки его жены. Но дружить же ничего плохого нету. Особенно с миллиардерами, если вы дружите. Что плохого? Вот со мной вы дружите, это что-то, что от этого, какая-то, это дружить. Толку никакого. А когда с миллиардерами, может быть, там толк какой-то есть. Можно и гардероб сменить. Мало ли чего. Вот такая картина. Так что и нравственность, и мораль. Значит, есть пролетарская нравственность и мораль, и есть буржуазная. Они тоже противоположные. Они не совпадают. А вот культура, культура тут другого, тут уже такого не получается. Почему? По определению культуры. Я вас не спрашиваю, потому что, думаю, вы не ответите на вопрос, что такое культура. Я уже эксперименты эти проводил, никто не может сказать. Особенно культурологи. Особенно смешно. У нас культурологи, специальности. Я их спрашиваю. Четвертый курс. Что такое культура? Они не могут сказать. Ну попробуйте, может попробовать, что такое культура? Конечно. Это накопленный опыт человечества. Материальный и идеальный. Поэтому вы не берете деньги никакие, чтобы потом вас не ощутили. Да. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Значит, всякая классовая борьба, она угасает. А что остается? Остается результаты развития человечества. А почему накопленный опыт? Потому что некоторые говорят, просто все, что сделало человечество. А человечество сделало и газовые камеры, и виселицы, и уничтожало людей, и убивал, и так далее. И химические атакы проводили, и так далее. А если вы берете накопленный опыт, то он состоит в том, что не надо делать все эти газовые камеры, и не надо у них сажать детей, и так далее. То есть накопленный опыт это культуры, это культура. А просто что делали? Мало ли что вы делали, какие зверства были за время существования человечества. Поэтому вот накопленный опыт человечества, материальный и духовный, собирает, вот, и это, так сказать, как бы накапливается, накапливается, и задача состоит в том, чтобы передать культуру последующим поколениям. А деятели культуры это те, которые продолжают двигать эту культуру вперед. При этом мы различаем людей а талантливых и б гениальных. В чем отличие? Талантливые люди это способные, очень способные люди называются талантливыми. А вот куда они свою способность употребляют, это еще неизвестно. Почему? Так что вот Гитлер способный человек, талантливый, книгу написал, картину написал, воевал успешно с Советским Союзом, что быстро победили его, не быстро. А кто является гением? А гением считается тот человек, который в какой-то области продвинул человечество вперед, благодаря своим выдающимся способностям и благодаря своему творческому труду. Не только таланту, но и огромному творческому труду. Человечество продвинулось вперед. Если человек был очень способный и заведомо фалантливый, но человечество вперед не продвинуло, а так вот что-то создавал и мелкими брызгами свой истратил талант. Он не гений, а гениев мало, а талантов много. Я надеюсь, что вот здесь сидят, по крайней мере, из пяти человек, два человека гении точно есть. Вот кто точно, это определится на экзамене. до этого я не могу сказать, без побед. Так, встает. Вы не забывайте, что у нас следующее, сегодня последнее занятие с вами, поэтому этим объясняется некоторая, некоторая быстрота рассмотрения категорий. нации. Тоже у этого слова вы все слышали, а кто-нибудь вот как вот, я даже вас не спрашиваю, поскольку вы демонстрируете, что вы все знаете, и даже боюсь здесь спрашивать сразу. А кто, вот вы еще кто-нибудь, что знаете, нации что такое? Слово слышали такое? Что такое нация? Вы к какой нации украине лежите? Это действительно правильно, что вы задумались, потому что раньше было очень просто. Вот я ходил с паспортом, в молодые годы, там было написано, там, русский. Потом раз, это все убрали, там еще был штамп, сейчас бы у меня был штамп, что я работаю в СПБГУ. Откроют милиционер, почитают, а сейчас откроют, скажут, то ли я помочь, то ли не помочь. Как определить? Кто я такой? Что можно узнать из паспорта? Ничего. Фамилия, имя, отчество. И что такое фамилия, отчество? Ничего это не значит, и адрес. Поэтому, поэтому, когда проводят переписи, спрашивают, некоторые шутники к ним приходят, спрашивают, какая у вас нация? Санзибарец, пишите. Но я могу, какой скажу, такую будут писать. Ну, скажите, лопари, пишите. Чего угодно. Поэтому этот мой вопрос, вы на него можете не отвечать. Почему? Потому что никто не обязан отвечать на такие вопросы. Правильно? Какая у вас? Тогда я меняю вопрос, а что такое нация? А вот это вы обязаны отвечать, она в программе стоит. видите, как я вот зашел с другого конца? Что такое нация? И вы не знаете, что такое нация? Ну, это народ, который объединен языком, культурными традициями, прошлым, в общем, территорией. Ну, вы кое-что не сказали, а кое-что лишнее туда докинули. Нет, про прошлое, историческое. Нет этого в понятии нации. Нации это общность людей, основывающаяся, но общность людей понятна, основывающаяся на общности экономики. Экономика первичная, если вы забыли, то вспомните в философии первичность производства материального. Территории, ну, понятно, на территории экономики, языка и культуры. История сюда не входит, идеология сюда не входит. А почему они не могут быть объединены историческим? Они ничем не объединены, и тут ни про какое объединение не говорится. Это общность людей, которая базируется на общности территории, экономики, языка и культуры. Вот если у вас эта общность есть, то вы принадлежите к одной нации. Вот скажем, есть евреи, которые нации не образуют. Почему? Потому что евреи бывают русские, которые входят в русскую нацию, потому что они имеют общую экономику, территорию, язык и культуру. Говорят по-русски, культура русская, или, скажем, есть русский художник Левитан. Национальность у него еврей, а нация русская. Это русский художник, еврейского происхождения. А если Левитан был диктор, тоже. Это русский диктор еврейского происхождения. А есть такая территория, на которой живут все евреи? Нету. Нету такой... А есть израильская нация? Есть. Израильская нация, евреи в Израиле образуют нацию. Потому что там есть общность экономики, территории, языка. Это молодая нация. Почему? Потому что после войны создали государство Израиль. Вот там есть нация. Есть русская нация, а в русскую нацию входят очень многие по своему происхождению. Сейчас можно увидеть киргизы. Киргизы, у них киргизы сейчас русский язык на уровне таком же, как киргизский. И даже обучают больше русскому, чем киргизскому. И здесь много уже людей живет, которые здесь работают, и уже они здесь семьи имеют. И здесь живут. И уже дети говорят по-русски и думают по-русски, а вовсе не по-киргизски. В какой нации принадлежат эти дети? Русской. Да как вы хотите их называйте, но они уже являются представителями. Или ну вот русский приехал в Америку, там спрашивают, какой вы национальность, абсолютно никого не волнует. Приехали вы из России, кем вы будете, в какой нации принадлежат. Нам рассказывал Леонид Соломонович Бляхман, профессор нашей кафедры, на которой я работал в ВПК. Сначала дочка у него уехала, он еврей по национальности. Потом приезжает, потому что здесь оказывается как медицина, так здесь дешевле. Так там все здорово, хорошо, а как только что-то заболело, сюда, и здесь вот он по поликлиникам ходит. Говорит, ну что, живем вот на Брайтон-Бич, вот там, хоть мы все там сижу, мы и все евреи. Никто нас там евреями и вообще не считает. Это русские мы. И американцы меня особенно не считают. Мы русские. И куда-то с этого Брайтон-Бич куда-то двинутся, все равно мы особенно там не найдем себе места. Поэтому вот такое вот как бы-то обособление такое известное. Вот только здесь нас считали евреями, а там считают русскими. Вы хоть нас считайте евреями, а мы в на английском через некоторое время вы будете бегло говорить. Потом, если дети, дети, они уже будут говорить главным образом на этом и думать будут и все. И появятся уже полнокровные представители этой нашей. И культура. В какой культуре живете, в такую культуру будете и впитывать. Что же вы будете жить в Америке, а впитывать русскую культуру? Ну в какой-то степени будете сейчас по скайпу, по интернету. Сейчас, может быть, это вот облегчено, по крайней мере. В какой-то мере благодаря современным средствам связи, массовой информации, передачи информации и так далее. Ну то есть нация это понятие, которое характеризует общностью, характеризует общностью территории экономики, языка и культуры. А в национальном вопросе всякое насилие недопустимо. То есть, как вот можно насилие надо составлять изучать какой-то язык. Сейчас вот взяли, запретили. Школы закрывают русские в Риге, а в Риге, там ситуация такая в Латвии. Было полтора миллиона латвийцев. 600 тысяч молодых людей уехали мыть горшки в Европу. Поэтому там русских все больше пропорций, а латышей все меньше и меньше. Причем естественным путем. Русские как там жили, так и живут. А латышей все меньше и меньше. Но если так дальше, дело пойдет, скоро будет большинство там русских, и они тогда скажут присоедините нас к России, потому что мы тут в основном русские. закрылись там предприятия, нету там крупных, нету, у нас там делали электрички рижские, делали там отличные приемники, так, ВЭФ, там делались другие вещи, микролитражки и так далее. Ничего нету, там теперь сельскохозяйственная страна. Что-то происходит на это, вот какая экономика, экономика сельскохозяйственная отстала, вот так живут. А молодые люди образованные уезжают на запад, что там им делать в этой самой в Латвии. Вот такая картина. В области национальной все делается путем ассимиляции, то есть как складывается стихийно, так и складывается. Никакие здесь такие законопроекты, законоутвердительные акты недопустимы, потому что это область культуры. Раз связано с культурой, ну как вот, человек постепенно входит в этот населяд, сваривает новую культуру. Есть ассимиляции что-нибудь отрицательное? Тоже нету. Это дело так, как складывается событие. Не может быть столько наций, сколько национальностей, потому что эти вот, скажем, горные местности там столько маленьких наций или там на севере северных народов, что у них вообще и заката не было, то есть если бы не великий русский народ, так бы и были без письменности. Ну вот теперь это вроде как закрепляет даже тормозит. То есть процесс ассимиляции образования крупных наций это естественный продукт развития капитализма. Потому что раз общий рынок, вот он обеспечивает. Или, скажем, в Советском Союзе были крупные предприятия в Ташкенте, авиационный завод. Ну кто там работал на авиационном заводе прежде всего? Русские прежде всего. И вокруг них то к ним приходили уже рабочие, обучались и так далее. преподавали в университетах то же самое русские. Письменность кто принес народам севера русских людей и так далее. То есть вот в этой области обычное стихийное движение. Как складываются события, так и есть в области культуры. И, наконец, последняя категория это цивилизации. Вот мы знаем формации. А формация это что такое? Это экономические все критерии. И надстройка политика, идеология, право. А вот если добавить еще и нации и цивилизации, тогда вот мы полную картину видим общество. Тогда это цивилизация уже. То есть формационный взгляд, он основной, но не исчерпывающий. А вот взгляд на исторические, так сказать, типы, как с точки зрения цивилизации, он более полный. Но если вы хотите получить полноту со стержнем, начинать надо с формации. Но не ограничиваться на этом, а доходить до цивилизации. Вот мы с вами и закончили то, что у нас есть в программе. Значит, два слова. У нас будет консультация, естественно, перед экзаменом. Когда будет экзамен, мы узнаем, наверное. Кто раньше узнает, мой телефон запишите, 939-6099. Если вы узнаете раньше, мне сообщите, сейчас у нас в университете все сложно, все через всякие такие вещи, которые раньше пришел в Деканад, договаривался, теперь через электорат, надо поднять на тот уровень, где там уже люди точно этого не понимают, но они и решают. Вот, значит, 939-6099, это мегафоновский, городской номер. Значит, будет консультация, и после этого экзамена, на экзамен вам будет два вопроса, которые вы выбираете сами, там вопросов очень много. в программе, и, следовательно, выберите самый любимый. А в чем вот такая вот нехорошесть с моей стороны, что я вам даю такой способ? Потому что, если вы вот самый любимый будете по ним плохо отвечать, тогда вы остальное вообще не знаете. Логично? Поэтому, если вы выбрали, так вы постарайтесь так изложить, чтобы было на уровне. Ну, а чем пользоваться? Во-первых, коллекции записаны, к этому времени может повесить и то, что вот ваше записано, но программа единая у меня, я читаю в этом году у историков, у музеологов, журналистов, ну и, так сказать, а вывешивают, что смогут вывесить. Но можно, так сказать, посмотреть и за этот год, и за прошлые годы, потому что программа та же самая, можете посмотреть. Хотя, как вы, наверное, заметили, я читаю они по бумажке, они все будут отличаться немножко. Но отличаться не в смысле того, что другие категории будут. Категории-то те же самые. Это раз. Вы можете посмотреть с разных сторон. Кроме того, есть вот такие три книги, которые могу вам назвать. Это, во-первых, лекции по философии и истории на сайте Фонда Рабочей Академии в электронной форме есть. Есть социальная диалектика, это максимально близко к тому курсу, который я читал. И недавно вышла книга наша совместная с Пучковым «Диалексика. Ключ к истине», где как раз вопросы диалексические, с историческими примерами можно почитать, поизучать, тоже можно использовать. какие будут вопросы? У вас есть мой телефон, можете позвонить, скажите, что вы студентки. Как вас называют рекламы и связь с общественностью? Я буду в общественность, вы можете иметь связь по телефону. Успешной вам подготовки и успешной сдачи экзаменов. А экзамены будут, наверное, в июне, когда дождутся хорошей погоды и на это время поставят экзамен. Спасибо за внимание. Продолжение следует...